Это проект Ставка. Я подполковник запаса, Евгений Тишковец. Здравствуйте! Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев, Харьковской области, уничтожены до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более 10 единиц бронетанковой техники. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Гарпун», переданных Украине странами НАТО. Высокоточным оружием наземного базирования «Искандер» уничтожена третья из 8 поставленных ВСУ американских установок РСЗО «Хаймерс» на Донбассе в районе Красноармейска. В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новоданиловки Запорожской области уничтожено до 65 боевиков и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники. Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены 4 пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады терробороны в районе Дергачи Харьковской области, а также 6 складов боеприпасов, военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, в том числе иностранных наемников 4-х пунктов временной дислокации в районах Константиновка Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО, 9 артиллерийских взводов Гаубис-Гиацин-Б и орудий Д-30 в районах 5 населенных пунктов ДНР и подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. В воздушном бою уничтожено 3 самолета Воздушных сил Украины, 2 МиГ-29 в районах Новопавловки Николаевской области и Владимировки Днепропетровской области. А также Су-25 в районе Северска. Сбиты в воздухе 2 украинских вертолета Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО уничтожен украинский самолет Су-25 в районе Великая Камышеваха Харьковской области и украинский беспилотник в районе Больших проходов Харьковской области. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования на оборонном предприятии Южный машиностроительный завод в Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту ракет Точка-У и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета Точка-У, а в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевской Луганской Народной Республики 8 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Хаймерс». Минобороны России объявила о прекращении оперативной паузы и возобновлении наземных атак по нескольким направлениям наступления. На Харьковском направлении ВСУ укрепляют свои позиции. Для выявления районов сосредоточения артиллерии Вооруженных сил России под Черкасские тяжки переброшено РЛС контрабатарейной борьбы. В Харькове, в Киевском районе города был нанесен еще один удар по научно-производственному предприятию «Хартрон», на территории которого базировались британские и польские наемники. На славянском направлении северский гарнизон ВСУ фактически уничтожен. 115-я механизированная бригада ВСУ не в силах оказывает сопротивление российским войскам и мобилизует мирных жителей близлежащих населенных пунктов. Южнее армия России ведет наступление на Яковлевку. Наши войска прорвали оборону ВСУ с севера и юга от Северска и группировка противников в городе попала в огневое кольцо. Российские войска и подразделения республиканской народной милиции находятся с трех сторон от города, а дорога на Николаевку и Славянск простреливается артиллерией. Отказавшиеся сложить оружие украинские боевики пытаются держаться за промышленные объекты города и, рассредоточившись по жилым кварталам в западной части Северска, ведут огонь из гражданских объектов. Отдельные группы ВСУ пытаются выбраться с запада, попадая под удары российской артиллерии и авиации. Уничтожены укрепления ВСУ к северо-западу от города, в районе Дроновки и Платоновки. Туда после потери контроля над Красным Лиманом отступили несколько украинских подразделений. Теряется контроль и над окраинами Северска. Противник вынужден переходить на тактику действия мелкими группами. Одновременно российские войска ведут плотный артиллерийский огонь по позициям ВСУ в районе Артемовска и Солидара. Под контроль союзных сил перешел участок трассы Константиновка-Авдеевка, близ села Каменка, что лишило противника сообщения между этими городами. Эта трасса была одной из артерий снабжения авдеевской группировки ВСУ, которая ежедневно бьет артиллерии по Донецку. Каменка расположена в 10 километрах от Авдеевки, что говорит о приближении союзных сил к одному из мощнейших укрепрайонов украинских боевиков на территории ДНР. Сообщается также о начале штурма Углегорской ТЭС, находящейся под контролем ВСУ. Также Вооруженные силы России нанесли несколько ракетных ударов по объектам ВСУ в Торецке. В Запорожской области российская армия поразила позиции противника в Каменке, Щербаках и Малых Щербаках. Нанесены удары по объектам противника в Николаеве. Продолжаются артиллерийские дуэли вдоль всей линии соприкосновения на Николаевском и Криворожском направлениях. Ввиду больших потерь командование ВСУ бросает в бой неподготовленные резервы, что приводит к массовому дезертирству. Целая стрелковая рота ВСУ снялась с позиции в районе населенного пункта Верхнекаменская и убыла в неизвестном направлении. Рота входила в состав 58-го батальона 104-й отдельной бригады терробороны. Роту переподчинили командованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которая бросила военнослужащих на позициях. В сети снова стали появляться ролики, записанные покинувшими позиции военнослужащими ВСУ в основном подразделении терробороны. Это обращение к Зеленскому и военному командованию. Ролики примерно одинаковые. Отправили на передовую без нормального снаряжения, с одним автоматом. Российская артиллерия, авиация и танки наносят удары. Потери до 70% личного состава. Связи и снабжения нет, на местности не ориентируются. Командование бросает погибших прямо на позициях. Пропавших сразу записывают, дезертиры никого не ищут. Так бойцы 241-й бригады терробороны потребовали вернуть их из Бахмута на западную Украину. Пятый отдельный стрелковый батальон, который держал позиции в Авдеевке, также потребовал отправить их на запад. Поступают данные о нанесении высокоточного удара ракетами морского базирования «Калибр» по объекту военно-стратегического назначения зданию Дома офицеров Винницы. Уничтожены участники совещания с командным составом ВВС Украины. Это представители иностранных поставщиков вооружений. Речь шла о передаче ВСУ очередной партии самолетов средств поражения и организации ремонта украинского авиационного парка. Ракетный удар привел и к потерям документации, которая прописывала взаимодействие Украины с НАТО. В последнее время в городской дом офицеров приезжали иностранные офицеры для обсуждения вопросов, связанных с обучением украинских военных. Выбор Винницы обусловлен тем, что через нее проходят автомобильные и железные дороги, соединяющие Запад и Восток, Север и Юг Украины. Винница расположена в 240 километрах от Киева. В понедельник синоптическая ситуация в Донбассе обусловится ночью прохождением холодного атмосферного фронта, а днем инициатива на синоптической карте перейдет к антициклону, благодаря чему постепенно распогодится. Погода в районах целей противника будет благоприятствовать эффективному применению таких современных средств поражения ракетных войск и артиллерии, как управляемые артиллерийские снаряды и мины, кассетные боевые части, боевые части ракет с головками самонаведения, а также специальных боеприпасов. В условиях устойчивой сухой погоды, при которой обеспечивается хорошее возгорание надпочвенного покрова, эффективно применение зажигательных и термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенного на открытой местности или в фортификационных сооружениях. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.